Сегодня мы продолжаем наше занятие по недельным главам Торы, построенный на комментариях Рабыни Бахаеве, разбирая главу в Айедах. Совсем немного остается до завершения чтения Светка Торы, три главы, и в этой маленькой, но, как и все, глава Тора в весьма содержательной главе, Мой Шарабейну оставляет важную часть своего завещания еврейскому народу, говорит он «Бен меа ве всем шананухи айон, сегодня мне 120 лет, лой ухаль оид ла цейс ве лавой, я больше не могу выходить и заходить». Вот эта удивительная фраза «я больше не могу выходить и заходить в ла це твей лаво» в фокусе внимания наших великих толкователей Тор. Рабейн Бахаеве приводит сначала свое простое объяснение, говорит он, речь идет про бейну. То есть, так как раньше я мог воевать с еврейскими царями, с Ихоном и Огом, сейчас я уже воевать не могу. Поэтому вам нужен новый руководитель, Яшуа. Гойбер Лефанеха. Он будет переходить перед тобой, обращается он к еврейскому народу, имея в виду захват Святой Земли. После этого Рабейн Бахаеве приводит комментарий Рамбана. Гераммоша Беннаху он объясняет с первого взгляда довольно-таки удивительную вещь, говоря, что Мыша Рабейну не то чтобы, не дай Бог, обманул евреев. Так нельзя говорить, такой глагол неупотребим в отношении нашего великого учителя. Но он привел им некий факт евреям, который, как объясняют наши комментаторы, не соответствовал действительности. Что же он им сказал? Пишет Рамбан, что Мыша Рабейну хотел успокоить еврейский народ. В связи с его смертью, с его неизбежной кончиной, которая должна была последовать прямо вот в этот день. И как он успокаивал еврейский народ, он сказал, что я уже старый. У меня уже нет сил, и я уже не могу вами руководить. Это было не так, пишет Рамбан. Ссылаясь на само Писание, которое говорит, что силы Мыша Рабейну не были подорваны всеми этими сорока годами странствия по пустыне. Как выражается Рамбан, То есть его сила, как тогда, так и сейчас, была велика. Зачем же он говорит евреям, что стал слабым, что уже физически не в состоянии ими руководить, чтобы их успокоить. Чтобы они подумали, что их покидает не сильный дееспособный лидер, а действительно уже дряхлый старик. Это пишет Рамбан. Далее Рабейн Абухай добавляет к этому комментарий из Медраша. Очень знаменитый и загадочный. Где сказано, что выражение «Лой ухаль одла цей сваловой» я не смогу больше выходить и заходить касается слов Торы. «Ни стайму мемену майной сахохма». Заткнулись, закрылись от него источники мудрости, пишет Медраша. То есть, фактически, это означает, что в этот момент своего последнего дня жизни Мой Шрабейн вдруг испытал удивительное, доселе неизвестное ему ощущение, недоступности божественной мудрости для него. Что же это такое? Как же это понять? Рабейн Абухай пишет, что это было чудо. Потому что, чтобы такой человек, как Моше, потерял доступ к божественной мудрости, это настоящее чудо. И это чудо случилось для того, чтобы, пишет Рабейн Абухай, успокоить Мыш Рабейн. Чтобы ему было не так горько покидать этот мир, ему перекрыть доступ к пониманию божественной мудрости. И, кроме того, это было сделано для того, чтобы еврейским народом смог руководить Яшуа. Ну, последняя идея, в общем-то, понятна. Если рядом руководитель еврейского народа, именно еврейского народа, народа Торы, который Тору знает гораздо лучше тебя, ты не можешь вступить в права руководителя. Потому что, как ты будешь руководить, если рядом с тобой находится человек, лучше знающий Тору. Именно знание Тора, именно оно является основным критерием годности руководителя еврейского народа. И поэтому Яшуа не мог вступить в должность, пока Мыш Рабейн не потерял доступ к божественной мудрости. А вот когда потерял, тогда оказалось, что Яшуа самый мудрый на сегодняшний день в еврейском народе. И он мог быть поставлен Моше при жизни, как то было обязательно необходимо сделать, для того, чтобы авторитет Яшуа был очень высок. Он был поставлен при жизни руководителем еврейского народа. И это понятно. Но вот первая мысль, не просто замечательная, она нуждается в повторении и серьезном обдумывании. Получается в комментариях Рабейна Бехай, что говорится о двух успокоениях. Оба этих успокоения связаны с немедленно последовавшей в тот же день смертью Моше Рабейна. Первое успокоение для еврейского народа, второе для самого Моше. Успокоение для еврейского народа, которое приводит Рамбан, в том, что Мойша уже стар. Он уже не имеет сил, физических сил руководить евреем. И поэтому, конечно, ужасно жалко, что такой выдающийся, величайший в истории человечества лидер. Уходит, должен скончаться. Но так устроена жизнь. Старики уходят. Это успокоение для евреев. И ради этого успокоения не жалко было сказать неправду. Не жалко было дезориентировать евреев. Чтобы не возникало у них этого страшного ощущения, что человека, который мог бы и дальше не руководить, как будто бы, не дай Бог, такое сказать, несправедливо у них отнят. Чтобы никто так, не дай Бог, не думал. Не стал бы, как мы говорим, Леаргера, Хармидойцев, Афишеля, Кадыш Борогу, размышлять, сомневаться. Справедливости Всевышнего, не дай Бог, чтобы так не случилось, евреям было сказано, что он уже очень стар и слабый. А вот успокоение для Моше. Ему было сказано, что теперь он не сможет понимать божественную мудрость, как ранее. Это вот лишение доступа к божественной мудрости, это удивительный способ успокоить человека, такого величайшего человека, как Моше. Оказывается, что конечно же ему не хотелось уходить из этого мира, потому что только в этом мире можно делать заповедь. только в этом мире можно исправлять и улучшать себя и окружающую реальность. И как же можно уйти из этого мира, если он еще не исправлен полностью? И тут было применено удивительное средство. Ведь для настоящего учителя Тора, для настоящего законодателя исполнение заповедей не менее важно, но и не более важно, чем изучение божественной мудрости. И когда тебя ждет мир, лучший мир, в котором душа хоть и не сможет исправлять, не сможет действовать, но продолжит постижение божественной истины, поднимаясь с одного уровня на другой, а ты оставляешь мир, где постижение божественной истины уже невозможно, доступ закрыт, но можно делать заповеди и исправлять мир, то настоящий знаток Торы, такой как Машир Абейна, умирает без больших сожалений. Всего вам доброго, Гомарха Симатоева. Прекрасной вам печати замечательного приговора в Инкепур.